Предстоящая встреча в Вене президента Азербайджана Эльхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна находится в центре внимания местных и зарубежных экспертов в области политики. По мнению политологов, сторонам уже давно пора расставить все точки над «и», тянуть уже некуда. Но велика вероятность, что премьер-министр Армении вновь, просто-напросто, будет имитировать переговорный процесс. Я думаю, что президент Азербайджана достаточно ясно, четко объяснит армянской стороне суть азербайджанской позиции. Потому что азербайджанская позиция, независимо от изменения геополитического климата или каких-то революционных изменений в Армении, она неизменна, она принципиальна. Мы твердо стоим на этих позициях и требуем от Армении освободить наши земли на первом этапе переговорного процесса. Пашинян сделал в последнее время немало противоречивых заявлений по поводу формата переговорного процесса армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Аналитики отмечают, что в Вене все должно быть прояснено. Судя по всему, революционная эйфория, на волне которой Пашинян пришел к власти, она завершается. Об этом говорят первые симптомы его поступков, его деятельности в сфере внешней политики. Все то, что он говорил, все эти противоречивые заявления по поводу привлечения третьей стороны к переговорному процессу сепаратистов Нагорного Карабаха, это все лопнуло как мыльный пузырь. И сейчас пора заниматься конкретными практическими делами. Международные эксперты, в свою очередь, затрудняются прогнозировать действия армянского руководства. Настоящая встреча, она, с одной стороны, сулит какие-то новые возможности для урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. С другой стороны, скорее всего, приведет опять к недопониманию двух сторон. Это связано, прежде всего, с кардинально различной точкой зрения двух лидеров и вообще двух стран в решении Нагорно-Карабахского конфликта. И, соответственно, результатом этой встречи, прежде всего, должен стать вектор и новое направление внешней политики Армении с приходом к власти Пашинянов. Будет, как минимум, понятно, какой позиции на сегодняшний день выступает руководство Армении. Пашинянов, правда, может наконец-то проявить конкретику в переговорах. Однако четкая и ясная позиция – это то, чего уже давно не наблюдалось в действиях руководства Армении. Винни Пашинян скажет одно – вернется в Армению и заявит абсолютно противоположное, не исключает эксперты. Если сперва Пашинян и его окружение выступало в 2018 году довольно миролюбивыми предложениями, после того, как Пашинян создал свой кабинет, укрепил свою власть, он начал довольно жестко выступать и срывать фактически мирные переговоры. Но как Азербайджан, так и сопредседателям ГОБСЕ принудили фактически Армению сеть за стол переговоров. Тем самым Пашинян еще раз показал и своему народу, и мировому сообществу, что его слова не стоят ничего. По всей видимости, Пашинян вынужден будет поддержать миротворческие инициативы и разрешение конфликта в рамках тех документов, которые на переговорном столе. Но в этот раз ему, властям Армении, не удастся долго имитировать переговорный процесс. В Армении так и не дождались обещанных успехов в экономике и во внешней политике страны. Изменений к лучшему Пашинян может добиться не бесчисленными популистскими обещаниями, а реальным решением Карабахского конфликта, то есть освобождением оккупированных территорий Азербайджана, Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов. Чем больше армянская сторона преднамеренно затягивает переговорный процесс, тем реалистичнее становится второй сценарий развития событий военно-политический.